В Даугапилской крепости, вблизи арт-центра имени Марка Ротка, продолжаются работы по созданию выставочного пространства на базе порохового склада 7-го бастиона, который в будущем превратится в дом Мартинсона. Это место будет целиком посвящено выдающемуся керамику, уроженцу Даугапилса Петерису Мартинсону. Здесь разместятся его работы и предметы, связанные с его биографией. Реставрация порохового склада, проводимая при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия», проходит, соблюдая строгие критерии исторической аутентичности. Полностью завершена крыша, которую было необходимо опустить до оригинального уровня, и восстановлены вентиляционные трубы, необходимость которых появилась еще в XIX веке для борьбы с сыростью. Объемные работы проведены внутри самого склада. Здесь не только с нуля были проложены коммуникации и сделаны перегородки, но и проделан сложный частичный демонтаж емкостей для ферментации. На таком решении настояло Управление национального культурного наследия, что также отразилось на плане строительных работ. Их завершение перенесено на октябрь этого года. Вблизи порохового склада продолжается благоустройство территории, установка детской площадки, создание места для торговли ремесленников и другие работы. После этого здесь предстоит посадить яблоневые деревья, тем самым воссоздав яблочный сад, который был здесь прежде. Дом Мартинсона станет важным комплексным дополнением Центра искусства имени Марка Ротка. Специалисты центра отмечают, что экспозиция уже готова для въезда в новые помещения. На самом деле экспозиция работ Петриса Мартинсона для его нового дома уже готова к переезду. Это не только керамика, но и графика, фотографии, интересные предметы быта, что-то из личного архива. Дом Мартинсона в полной мере будет посвящен ему самому, его творчеству. Периодически мы будем менять постоянную экспозицию, поскольку мы хотели бы показать его разносторонний талант. И у нас действительно хватает для этого материала почти 600 произведений и прочих объектов. Новое пространство для работ мастера позволит не только сохранить наследие Петриса Мартинсона, но и рассказать о нем на региональном уровне, так как его имя широко известно за рубежом, но многим еще только предстоит открыть его здесь, на родине керамика. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дагоповской городской думы.